МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полдень, зной, город объят дремой. Приглядишься, и, кажется, воздух кипит. Над землей вьются легкие прозрачные змейки. Точно струки пара из кастрюли. А у нас на дворе сегодня 40-е годы. И мы вместе с Юрием Шаньковым и его повестью «Отроки с улицы Самарской» возвращаемся на 80 лет назад. Что меня толкнуло на это? Может быть, письмо без ответа? Может, чувство тревоги ложное? Что любимый забыт? Возможно, я. Тени нет нигде. Листья на деревьях сморщились, пожухли. Трава пожелтела. Рыжая кошка под ступенькой крыльца. И та лежит плоско и мертва, как половик. Птиц нет. Даже мухи перестали жужжать. Забились щели. В такую жару везде и на всем лежит полное отупение и подавленность. И хочется ни играть, ни говорить. И вот тут кто-то предлагает, ребята, а не пора ли нам скупнуться на Волгу? На Волгу! Радостно подхватывают все огольцы. Мы словно бы вспоминаем, что у нас есть она, Волга. И что до нее рукой подать. Стоит лишь прошмыгнуть несколько кварталов. Счастливое возбуждение охватывает всех. И вот нам уже страшно представить, что бы мы делали оживимы где-нибудь в другом месте, где ее нет. Скорей! Скорей на Волгу! Сверкая пятками, мы выбегаем за ворот. А там, гурьбой, крича и перебивая друг друга, мчимся вниз по Некрасовской. На языках у нас вертится только одно. Сколько может человек продержаться без воздуха под водой? И еще, как лучше нырять солдатиком или щучкой? Незаметно остается позади одна поперечная улица, Галактионовская. Потом другая. И только на углу с Чапаевской мы, не сговариваясь, останавливаемся в водопроводной колонке. Тут наш привычный водопой, потому что и колонка здесь такая удобная, как больше нигде. И рычаг у нее плавный, как ни у одной другой. Там мы пьем по очереди, до отвала и с запасом, и снова путь. А вот уже и Куевшевская улица, откуда впервые открывается река. Правда, не вся, а только ее правый берег. Голубые жигули и лес. Но уже здесь чувствуется близость реки и речная свежесть. А теперь спуск. Вымощенная круглым, гладким, разноцветным булыжником дорога резко идет под уклон к Волге. Идти по ней все равно, что лететь. Мы бежим, и нам чудится. За плечами выросли крылья. Залитый солнцем, волжский простор, стремительно приближаясь, растет на глазах. Скоро он уже не умещается в одном взгляде. Делается неохватным. Противоположный берег удаляется настолько, что две или три тамошней пристани видятся игрушечными домишками. Белый двухпалубный пароход, хлюпающий плицами колес, где-то посередке реки, тоже крохотный. Влево, по течению посмотришь, берега все ниже и ниже. Сливаются в горизонт с водой. Где берег? Где Волга? Не сразу разберешь. Вправо, чем дальше, тем круче и мощнее горы. И с одной, и с другой стороны, как бы из широченных каменных ворот, выливается оттуда Волга. Это и есть ворота. Жигулевские. Волга, стоит ее увидеть, тянет и завораживает. Так что не оторваться. Широководный простор как будто бы обладает гипнозом. Манит, освежает и бодрит. И при этом он все время разный. То темно-синий, то небесно-голубой. А то, если на солнце набежит тучка серо-стальной. Но не только окраска у Волги изменчивая. Сама поверхность воды тоже постоянно не одинакова. Вот там, где идет пароход и бьется волногон, как называют верховой ветер, кипит пенистая волна. А ближе к берегу вода спокойнее и ровнее. А воздух? Воздух возле Волги влажен и прохладен. Кажется, что им не дышишь, а пьешь его. Иногда, когда проходит буксир, у берега начинается радостное волнение. Волны с наскоком набегают на берег. И, смиряясь, снова отходят от него дальше. Никакого пляжа и никакой гранитной набережной здесь тогда, конечно, не было. И берег на всем протяжении впадающих в него улиц выглядел захламленным. Чтобы добраться до воды, надо было преодолевать заслон из досок и бревен, перелезать через цепи и тросы, обходить якоря и разные железяки. А ближе к Красноармейской, против подступавшего к Волге станкостроительного завода, берег одно время превратился в свалку железного лома. Там были и островы танков, и кабины грузовиков, и покореженные пушки. Мы лазали и копошились в этих железках, надеясь найти там наган. Но наганов мы там не находили. Накупаешься вот так до озноба, так что не попадает зуб на зуб, а полежать и погреться негде. Если где и встречался песочек, то всегда оказывался занятым. Поэтому греться мы бегали на водный вокзал. Это сооружение было очень примечательным. За легкой деревянной изгородью возвышалась дощатая с открытыми верандами, с башенками на крыше, со шпилями, похожими на мачты, здания, вокруг которого стояло множество краштых в голубой скамеек. Солнце нагревало их до белого коленя. Завладеешь свободной скамейкой, вытянешься на ней вниз животом, и сразу не только согреешься, но и поджаришься. В первое время я не умел плавать. Барахтался у берега и с завистью смотрел на приятелей, заплывавших на глубину. Насмешки товарищей убивали меня. И однажды я до крови подрался с одним из них, вздумавшим изобразить под громкий хохот окружающих, как я на коленках перемещаюсь по дну. В воде бывало и того хуже. Вот так два или три пацана схватят тебя и тащат дальше от берега. Я делаюсь ни жив, ни мертв. Голаза лезут на лоб от страха. Я кричу, вырываюсь, бегу вон из воды. И вот однажды, сам не зная как и зачем, я оказался на новеньком, оказавшемся у берега совсем недавно, на дебаркадере. Стоя у перил, я наблюдал, как в воду ныряли мальчишки взрослые. И с тоской думал о том, что мне недоступно. Это испытываемое именно слаждение. Сейчас или никогда, кто-то властно сказал внутри меня и как будто бы подтолкнул в спину. Я спустился вниз, цепенея от страха. Вокруг продолжали визжать и кувыркаться мальчишки. Опасно креня бревна. Что делать? Позвать их на помощь? Стать посмешищем в их глазах? Нет, ни за что на свете. Я сделал шаг, другой, а потом, наклонившись, прыгнул в воду, упал плашмя на нее и ушел вниз ко дну. Но, делая какие-то суматошные движения руками и ногами, всплыл. И вот тут я понял, что я плыву. Впервые вода показалась мне упругой, а сердце радостно забилось. Сделав небольшой круг, как и все, я снова вскарабкался на плот и снова прыгнул. И еще, и еще. Вот так я и начал плавать. Да, волка была для нас, отраков сурового времени, прежде всего, самым светлым праздником. Но умела она быть и строгой, и даже безжалостной. Так я частенько видел в своем дворе длинного сутулого парня, жившего где-то неподалеку. Он непрерывно стучал ребром ладони, почему попало. По стволу дерева, по кирпичу, по нашим шеям. Тренировался. Прослышал от кого-то, что года через три при таком упорстве руку можно сделать едва ли не железной. И вдруг его не стало. Исчез. Оказывается, заплыл с автомобильной камерой далеко от берега, а она возьми и спусти. Это неожиданное исчезновение длинного тоже было Волгой. Сколько бы не прошло лет, мне снова и снова вспоминается один жаркий летний день. Над двором нависла, кажется, бездомная синева. Пес Жорка растянулся у ворот и спит, а язык у него вывалился на землю длинный и красный. Охранник гаража дядя Егор, выбросив вперед деревянную ногу костыль, перевалился спиной к пожарной бочке и спит. А в раскрытые ворота видна улица Самарская, булыжная и безлюдная. Редко кто пройдет по этой улице мимо. Иногда продребезжит машина или прогрохочет телега. Тетя Клава растянула веревку и вешает на ней белье. И кажется, все так всегда было и будет. И этот день будет тянуться нескончаемо. А за ним придет еще один такой же и еще и еще. И сколько их было таких медленных дней, таких горестных ощущений остановившегося времени, смешных теперь мальчишеских опасений. Где они эти дни? Куда подевались? А мы с вами читали повесть Юрия Шенькова «Отроки с улицы Самарской». Берегите себя. Видно, кто-то другой понравился. И письма дожидаться нечего. Я подумал так и отправился ей в отместку на танцы вечером. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова